Отопительный сезон в Лавинском районе начался, причем в этом году в два этапа. Еще в сентябре тепло стали подавать в детские сады и в другие социальные объекты, а 15 октября стало тепло и в многоквартирных домах. В чем сложность нынешнего отопительного сезона? Дело в том, что хроническое недофинансирование отрасли приводит к возникновению все новых и новых проблем. И, к сожалению, их проблем не становится меньше, их становится больше. Для примера скажу, а вы знаете, что для нас основным итогом работы – это получение паспорта готовности. А паспорт готовности зависит от протоколов проверок Ростехнадзора. И с каждым годом они все сложнее и сложнее. Еще один вопрос, который остро стоит в эти дни исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев, остается совсем мало времени до конца финансового года. По состоянию на 1 октября в консолидированный бюджет Лобинского района поступило налоговый сбор в общей сумме 994 млн. рублей. Годовые бюджетные назначения исполнены на 67%, при этом среднекраевой показатель больше 70%. Темп роста к аналогичному периоду 2015 года всего 99%, тогда как среднекраевой показатель – 109%. Коллеги, это вопрос номер один. У Екатерины Анделовны информация прям как сфотка с фронтов, потому что действительно все сложно, все напряженно. И по доходам, и по расходам. Нехватка доходов, и угроза неисполнения по ряду поселений, и невозможности закрыть свои обязательства перед поставщиками, она влечет за собой определенные последствия. На что мы будем в первую очередь тратить деньги бюджета – это зарплата, начисление, это налоги, это оплата коммунальных услуг, это питание. Все остальное как бы потом, но опять-таки все остальное также требует финансирования. Это и строительство, и другие какие-то подрядные работы. Поэтому надо понимать, что перед поставщиками мы должны обязательства свои выполнять. Главы нескольких поселений рассказали о сложностях по исполнению бюджета, о том, что делается для выполнения плана. В городском поселении усилили работу с неплательщиками. За прошедшие 9 месяцев провели два десятка заседаний межведомственной комиссии. Пригласили 104 юридических лица и почти 2000 физлиц. Сумма их задолженности – почти 10,5 миллионов рублей. Уже разосланные 9,5 тысяч налоговых уведомлений, а плохая собираемость налогов влияет на исполнение доходной части бюджета, и в итоге страдает расходная. Если мы не исполняем план, это чревато последствиями серьезными. Нам надо уменьшать тогда расходную часть бюджета, не финансировать определенные мероприятия, которые уже сегодня запланированы к финансированию, а может быть где-то уже и заключили контракты. Поэтому перед городом стоит задача такая, чтобы очень внимательно проанализировать все-таки, сделать прикидку, что все-таки мы до конца года за оставшиеся два с половиной месяца соберем. И уже сегодня, после такой детальной проработки, сегодня уже, не дожидаясь декабря и конца ноября, принимать решение, если в этом будет необходимость по секвестированию бюджета, то есть по сокращению и доходной, и расходной частей. С января 2017 года в Лавинском районе будет работать ситуационный центр. Начальник управления ГОЧС рассказал о задачах, структуре и возможностях нового центра. Звонки будут поступать с мобильных телефонов по единому номеру 112. Это в Америке 911, у нас это единый номер 112. Даже аппаратура будет находиться, сейчас проект, уже создан проект. Значит, при звонке в ситуационный центр на карте схемы района будет отображена точка, откуда звонят по 112, с сотового телефона. Также по безопасному городу. В процессе работы все видеокамеры, которые заведены в школах, будут подключены сюда же. Будет отдельный отдел по видеонаблюдению. В дальнейшем планируем установку специальных программ по распознаванию лиц, по распознаванию автомобилей угнанных и так далее, и тому подобное. То есть она будет совершенствоваться ежегодно, и более будет ситуационного центра, будет, так скажем, создан большой центр по ликвидации ЧАЭС и обнаружению всех, так скажем, подозрительных лиц. Также участники совещания заслужили информацию Игоря Юренко о проведении праздничных мероприятий в честь Дня Кубанского казачества и в честь юбилея образования Кубанского казачьего войска. В этом году ему исполнилось 320 лет.